Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск «День за днём». С вами Виолетта Ефименко. Основные темы выпуска. К общественным слушаниям о комфортном транспортном среде 2019 года у нас подошли к полной готовности 4-2 раза. Руководители подразделений обсудили текущую обстановку в городе. За 7 дней в единую дежурную диспетчерскую службу 112 поступило 680 сообщений. Управление по делам ГОЧС отчиталось о происшествиях за неделю. Немного сложновато. Например, сейчас я на интерактиве связана с химией. У нас в 10 классе нет сейчас химии и очень сложно быстро вникнуть в тему. Но очень интересно. Школьники посетили интерактивные площадки ведущего ядерного университета. Это очень хороший проект. Там очень много хороших и добрых волонтеров, которые нам помогают делать уроки и много сами играют. Уроки в лифте. Старшеклассники поднимают успеваемость в школе. А теперь об этих и других событиях подробнее. Депутаты Государственной думы одобрили инициативу президента Российской Федерации Владимира Путина о повышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума. Предполагается, что это произойдет 1 мая 2019 года. Сейчас минимальный размер заработной платы составляет 9 489 рублей, а повысить планируется до прожиточного минимума 11 163 рубля. Это решение поддержали все фракции. По предварительным подсчетам Министерства труда и соцзащиты, у 3 миллионов человек в результате увеличатся зарплаты. Работа медсанчасти, задачи коммунальных служб, культурные мероприятия в городе. Эти и другие актуальные вопросы обсудили руководители подразделений на еженедельном совещании с главой города. Подробности далее. За прошедшую неделю в отделение скорой медицинской помощи поступило 259 вызовов. Госпитализирован один участник дорожно-транспортного происшествия. Заболеваемость ОРВИ по-прежнему не превышает эпидемического порога. Диагноз грипп не выставлялся. Системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме. Нарушений теплоснабжения нет. Завершилось собрание собственников в домах номер 2 и 3 третьего микрорайона. Десногорцы обсуждали вопрос об участии в проекте «Комфортная городская среда». Необходимый пакет документов сформирован и отправлен в администрацию. К общественным слушаниям по «Комфортной городской среде» 2019 года у нас, в принципе, подошли к полной готовности четыре двора. Поэтому по итогам сегодняшнего рассмотрения уже можно будет говорить о каких-то результатах и планах на следующий шаг. С 24 по 30 декабря в выставочном зале историко-краеведческого музея пройдет новогодняя ярмарка. Участники мероприятия получат возможность приобрести авторские работы. 22 и 23 декабря в 11, 14 и 16.00 Центр культуры и молодежной политики приглашает всех желающих на театрализованную программу «В гостях у елки». А также 22 декабря в 18.00 и 23 декабря в 11.00 мы приглашаем жителей и гостей города на первенство ЦФО среди мужских команд по баскетболу. 22 декабря в 15.00 в доме детского творчества состоится церемония награждения победителей и участников муниципального этапа Всероссийского конкурса «Слава Созидателям». А также активных участников фотоакции «Слава Созидателям Слава». В прошлую субботу в городе состоялось долгожданное открытие киноконцертного зала. Расписание показов можно узнать на сайте Центра культуры и молодежной политики gcd-десногорск.smol.miscult.ru раздел «Кинозал». Виталий Волков, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна-ТВ. О чрезвычайной обстановке в городе за прошедшую неделю рассказал начальник управления по делам ГОЧС по Десногорску Андрей Воронцов. На прошлой неделе на территории муниципального образования спасатели поисково-спасательного отряда управления по делам ГОЧС города Десногорска привлекались для проведения работ по вскрытию дверей один раз, по оказанию помощи скорой два раза, по эвакуации людей при пожаре один раз. За семь дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 680 сообщений, из них 276 сложных. Поступило и отработано 8 просьб от населения. Вот уже второй год. Обнинский институт атомной энергетики организует академические образовательные площадки «Старт в образование будущего». Они проходят на базе 4-й школы Десногорска для учеников 9-11 классов. Как прошло мероприятие и чем удивили школьников в этом году смотрите в нашем сюжете. И еще в холле ребят зарегистрировали и разделили на 6 команд. Причастность к каждой определялась цветом звездочки на груди участника. Так они легко могли найти свою группу. В актовом зале школы собрались девчонки и мальчишки из всех образовательных учреждений города. Многие десногорские ребята надеются поступить именно в технический вуз. Первый наукоград в России предоставляет такую возможность. Его институт – один из ведущих в области образования, связанного с атомной отраслью. Ежегодно туда поступают сотни выпускников со всей страны. Третье место в рейтинге высших учебных заведений обеспечивает ему неизменную популярность среди абитуриентов. Все это и многое другое старшеклассники города узнали на встрече с представителями института. Нам нравятся ваши школьники, потому что те глаза, которые мы видим, горящие глаза, они говорят о том, что у них есть интерес к тому, чтобы работать именно по тем направлениям, которые мы предлагаем сегодня. В этот раз ребятам предстояло пройти несколько этапов квеста. Обнинский институт предлагает различные направления для сегодняшней атомной отрасли и для всей экономики России в целом. Это ядерная физика и ядерные технологии, лазерные плазменные технологии, интеллектуальные кибернетические системы, социально-экономические науки, биотехнологии и фармацевтика. Именно поэтому образовательный квест «Материк непохожих» в форме интерактивного пространства состоял из профильных мысов и островов. На каждую точку материка, а их было шесть, отводилось 40 минут. Интерактивы проводили 12 модераторов. Это кандидаты наук, доценты, магистранты и ассистенты. Помогали школьникам волонтеры-навигаторы, сотрудники Смоленской атомной электростанции. Старшеклассники с большим интересом впитывали новые знания и увлеченно проводили опыты. Например, во вселенной мозга смогли в прямом смысле посмотреть, из чего состоит человеческий мозг и даже подержать его в руках. А на интерактиве волшебная химия цвета создавали искусственную кровь. «Мне очень нравится. Немного сложновато. Например, сейчас я на интерактиве связана с химией. У нас в 10 классе нет сейчас химии и очень сложно быстро вникнуть в тему. Но очень интересно. Мы свешиваем различные жидкости и получаем новые цвета. Я узнала, как получают в кинотеатрах кровь, чтобы показать различные сцены». В завершении образовательной площадки все ребята получили именные сертификаты, что непременно пополнит их портфолио при поступлении в ВУЗ. Возможно, это будет именно Обнинский институт атомной энергетики. Как отметила начальник Центра дополнительного профессионального обучения Оксана Ощехина, уже в этом году среди студентов института есть участники прошлогоднего образовательного квеста. Светлана Разганова, Юлия Соболева, Десна ТВ. С сентября этого года в средней школе номер один действует каворкинг-центр «Лифт». Что это такое, узнала наша съемочная группа. Личность, индивидуальность, фантазия и творчество – именно так расшифровывается название проекта. В нем принимают участие все ученики школы с 1 по 11 классы. У каждого здесь своя роль. Малыши получили возможность сделать уроки еще до прихода домой с помощью более старших друзей и просто весело провести время. А старшеклассники отвлечься от повседневных школьных будней и почувствовать себя наставниками. Инициаторами проекта выступили активисты Совета обучающихся Николай Кукин и Алина Каримова. Мы заметили, что дети после учебы приходят домой уставшие. У них нет никакого желания выполнять уроки или учить материал, который им задали. Мы подумали, что в школе мы могли бы сделать это так, чтобы они с удовольствием это делали. Коворкинг-центр разделен на три зоны. Фишка, микроб и окно. Каждая предназначена для определенных целей. Например, в зоне фишка школьники совместно занимаются творчеством и общаются. Здесь каждый может проявить себя как художник, конструктор, декоратор. Зона микроб – это разновозрастное сообщество. Здесь можно получить помощь в подготовке к урокам, олимпиадам, конкурсам. Отдохнуть в зоне Wi-Fi, зарядить мобильный телефон, почитать книги и поиграть. Волонтеры, уже взрослые ребята, сами в восторге от проекта и стараются проводить здесь каждую свободную минуту. Для них это не просто проект, это проявление их жизненной позиции. Мы строим нашу работу таким образом, чтобы детям было интересно, и чтобы они могли сами реализовываться там и принимали участие в подготовке и проведении мероприятий. И были, конечно же, их инициаторами. Очень рад за них, за детей, что у них появилось такое местечко, уголок, где могут им помочь и реализовать их творчество. Ну, что у меня такого не было, это, конечно же, очень жаль. Проект «Лифт» направлен на организацию внеурочного пространства детей, в первую очередь из малообеспеченных семей, детей, не занятых, в кружках, испытывающих затруднения в выполнении домашних заданий. Но прийти сюда может каждый. Здесь рады всем. Модератор Центра, социальный педагог школы Людмила Васина отмечает, что благодаря такой работе можно лучше узнать ребенка и помочь ему в решении жизненных трудностей. Мы за ними наблюдаем, мы с ними имеем возможность тоже пообщаться, приблизиться к ним. Они часто бывают немножко несоциализированы, необщительны, может быть, так очень робки бывают, или же наоборот, испытывают трудности в общении, бывают слишком агрессивны. У нас есть возможность разобраться немножко в их проблемах, в их нуждах и тоже помочь. Мне, как социальному педагогу, этот центр очень-очень полезен, и я рада, что он возник и развивается. Он нам очень поможет. Самая насыщенная в плане творчества зона – это зона «Окно». Здесь школьники репетируют и воплощают в жизнь все свои замыслы. Именно тут проходят публичные выступления и демонстрация талантов. Младшие ребята очень довольны появлением такого центра в учреждении. Это очень хороший проект. Там очень много хороших и добрых волонтеров, которые нам помогают делать уроки и много с нами играют. Мне нравится, что здесь можно позаниматься, уроки сделать, порисовать, с детьми поиграть и посмотреть разные фильмы. В лифте проводятся и тематические дни, такие как День гостей или День труда. Ребята все вместе сажают деревья, убирают территорию, встречают гостей. Авторы проекта – Алина Каримова и Николай Кукин – возлагают большие надежды на центр. Здесь можно научиться работать в команде, получить новые знания и навыки, познакомиться с интересными людьми. К реализации проекта подключился и школьный волонтерский отряд «Данка». Теперь вся школа живет под девизом лифта «Делать сегодня то, о чем другие подумают завтра». 22-23 декабря состоится баскетбольный поединок между командами «Десногорска» и «Твери». Соревнования пройдут в физкультурно-оздоровительном комплексе «Десна». Приглашаются все желающие поддержать любимую команду. Коротко о погоде. 20 декабря в Десногорске ясно, без осадков. Днем до минус 10, ночью минус 12. На сегодня это все новости. Все самое важное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте desnadefiz.ru. С вами была Виолетта Ефименко. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok